Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это продолжение нашей карьеры за тренера. Итак, сегодня у нас месяц февраль на распорядке дня, сегодня у нас целых 5 будет матчей, у нас сегодня кубок России против Зенита, ну и также напоминаю, что свою задачу я лично для себя поставил, это занять вместе с Динамо, ну хотя бы топ-6, думаю, что это нам будет по силам. Сейчас у нас до шестой строчки 8, правда, очков, но я надеюсь, что у нас получится с этим что-то сделать. Итак, на данный момент у нас вот такая вот команда, на ваших экранах, естественно, все вы видите. Кабуре, мы как пытаемся с ним снова продлить контракт, но как только мы его продлим, мы, скорее всего, его снова продадим, потому что его уже хотел купить Ростов, я хочу избавляться от возрастных игроков, и буду я до тех пор в Динамо, пока мне не предложат какой-нибудь клуб из чемпионата России, и тогда повыше, который, естественно, занимает там строчку, и тогда я буду насчет этого думать. Пока что сам вот эти вот заявки, резюме отправлять я не собираюсь, даже то, что я отправил в Химки из Ротера, не сильно это повлияло, потому что мне Динамо сами лично предложили к ним перейти. Сейчас у нас игра против Краснодара, они идут на четвертой строчке, это даже тяжелее будет, чем Спартак, я не знаю на самом деле, давайте я, пожалуй, оставлю Филиппа в старте, вот, и мы на это все с вами посмотрим. Потом уже могу, он там, следующая игра у нас как раз с Ротером будет, там уже выпущу Комельченко, чтобы с забросами тоже вот это мы попытались играть, поэтому Динамо против Краснодара, поехали. Итак, Динамо-Краснодар, ВТБ-арена. Интересный будет сегодня матч, сразу же нас кидают против Краснодара, сейчас посмотрим, как они будут играть, они в атаку пошли, ну, я, пожалуй, нейтрально, я думаю, откатаю, посмотрим. Не хочу я прямо в оборону идти против Краснодара. И это 1-0, хоть я и ушел в оборону на 29 минуте, Ари забивает и вводит вперед Краснодар. Но сейчас я буду, естественно, идти в атаку, там все такое, потому что мне нечего терять, какая разница, 2-0 проигрывать, либо мы можем с вами ничью 1-1 скатать, поэтому я пойду впервые в атаку, и это 1-1, замечательно. Щеманский забивает с этого штрафного, супер. И все, ничья, ничья с Краснодаром смогли мы даже сравнять, поэтому один у нас всего лишь удар со штрафного, и он нам принес победу, точнее очки хоть какие-то, да. Ари все равно игрок матча, 7-5 у него оценка. Вот такая вот у нас статистика. Вот такие вот у нас результаты, и ничья нам сильно ничего не принесла. У нас теперь 6 очков до Спартака. Там они меняются, он на первых позициях, так сказать, топ-5, но мне лишь бы в шестерку залететь, было бы нормально. Ну что ж, сейчас у нас вообще игра против ротора, поэтому в старте у меня сегодня выходит Камличенко. У нас здесь переговоры, работа скаутов, нашли мне укрепление слабых мест, это именно молодых игроков должны мне здесь находить на подъеме. Так, и Джуки вроде, я не помню, мне его сейчас только нашли, да, тогда добавлю, но в список Урьямович из Рубина неплохой вариантик, ну и Дмитрий Баринов, естественно, тоже мы его добавим. Так, замечательно. Ну и моя команда здесь, Каборе. Так. И годовая у него на целых 600 повысится. Вот. Ну, зато мы хотя бы его оставили, но трансферная полить, да, он все равно выставлен на трансфер, мы продлили, да, с ним контракт, так что все равно будем ждать, когда его купят, потому что у него все на спад уже пошло. Так, следующий матч у нас, я, пожалуй, вот это здесь бы оставил, все. А вот здесь бы только изменил. Так, раз мы играем против своей бывшей команды, мы будем пробовать играть немножечко по-другому с Камаличенко в старте, естественно. Так, здесь мы все, и действия при атаке. Я не знаю, давайте контроль мяч, а ну через длинный пас будем играть. И высокий прессинг. Все, приезжаем мы снова в Волгоград, моя бывшая команда встречается против меня, Ротор, Динамо, поехали. Итак, Ротор против Динамо, мои игроки действительно готовы, для них это обычный как бы матч, но для меня действительно это противостояние. против своей бывшей команды. Они еще и в атаку пошли, вы что, в себя поверили? Ну и потому что терять, наверное, вообще там нечего. Я сейчас, кстати, не смотрел на какой строчке Ротор, но мы вроде уходили, они были на 12-й, Динамо на 10-й. Мы Динамо подняли на 8-ю строчку сейчас, а вот насчет Ротора, я не знаю, но ушли мы, когда Ротор был на 12-й строчке. Нулевая ничья против нашей бывшей команды. Я не знаю, скорее всего, это для Ротора результат, то, что им сейчас любое очко нужно, а нам вот именно команды, которые находятся ниже нас, надо обыгрывать. Евгений Фолоса лучший игрок матча. Ну и после этой ничьи, мы все так же на 8-й строчке. Ротор на 14-й, значит, они с 12-й упали на 14-ю. Ну а сейчас Кубок России, четвертьфинал получается. Нам нашли еще кого-то здесь, теперь это уже на общий рейтинг, ну посмотрим. Чистякова нашли, добавим, почему бы и нет. И Олега Шатова. Ну, Шатова я вряд ли бы добавлял, потому что это сильно возрастной уже игрок. Я решаюсь омолаживать все-таки команду. Поэтому Зенит Динамо. Мы будем играть вот так вот. Все. Могу, конечно, действия при атаке здесь, ну это сейчас мы там лучше поставим на один матч. Что с Зенитом я не буду играть в контроль мяча. Так. Ну, длинный пас, наверное, игра на контратаках. Все. Так будем играть. Поэтому четвертьфинал Кубка России, Зенит Динамо. Поехали. Итак, Зенит Динамо. Четвертьфинал Кубка России. Сразу же перемещаемся. И смотрим этот матч. Ну, это 1-0. Себастьян Дреуси забивает. 44-я минута. Замечательно. Теперь, естественно, мне надо рисковать, как это и было с Краснодаром. Сейчас я даже пойду в атаку на второй тайм. И результат принес. Якуби Ёль забивает свой первый гол за Динамо. В Кубке он сравнивает счет. Замечательно. Вот здесь у меня прям работает эта тактика, когда мы пропускаем. Сработала она с Краснодаром, сработала она и с Зенитом. Вот. Ошибка Киржакова. Отлично здесь. Би Ёль причем сам отобрал этот мяч. И 91-я минута. Сильвестр Игбун забивает Зениту в Кубке России на последних минутах. Кто? Гений тут. Я гений. Ну, тут все уже. Все. Мы в полуфинале Кубка России обыграли даже Зенит. Ну, это вот это вот главная, мне кажется, победа. Мы проигрывали. Это волевая победа. Парни просто молодцы. Нереально вырвали. Два удара в створ у нас по воротам Гержакова. И все. Би Ёль. Лучший игру в матче. 7-5. У него оценка заслужена. Краснодар выигрывает Рубин. 4-2. ЦСКА обыграет Урал. Мы проходим Зенит. И Спартак, как раз, который нас обыграл, а когда мы в роторе еще были, проигрывает Ахмату со счетом 3-0. Мы будем играть, я так понимаю, с Ахматом. Как раз, ну, можно сказать, что нам повезло. Но не знаю. Мы с Ахматом сыграли в ничью 0-0. И за Динамо с ротором вообще ему проиграли со счетом 1-0 вроде как, когда они на 16-й строчке сейчас идут. Так что это тоже интересный соперник. Так, нам приходят сообщения, переговоры. Снова нам находят игроков. Снова молодых причем. Гивеев 22 года вообще замечательный. И вот Лисовой. Вот это классный, да, игрок. Кто смотрит стримовую карьеру у меня, тот знает, о чем я говорю. Так, как раз Тульский Арсенал. У нас следующая игра вот. Осталось 2 игры. Так, Тульский Арсенал идет на 10-й строчке. То есть, вот они нас прям поджимают. Но я буду навязывать, пытаться свою игру. И, пожалуй, здесь я дам шанс Камличенко выйти, так сказать, в старте. Почему бы и нет. Вот. Так, действия при атаке. У нас контроль мяча. Но именно наращивание атаки будем через длинный пас. Вот, посмотрим. Я надеюсь, это получится. Надо было опять вот здесь только это менять. Ну, ладно, потом еще изменю. Так, ну и также я бы дал бы Лисову тогда шанс. Почему бы и нет. Он в кубке-то именно он же вышел во втором тайме, когда мы начали вот забивать. Так что Скопинцев не было на поле, когда два мяча забивали. Посмотрим, посмотрим. Динамо, Арсенал. Поехали. Итак, Динамо против Тульского Арсенала. Мы обыграли Санкт-Петербург-Сезенит в четвертьфинале Кубка России заслуженно. И теперь посмотрим, как отыграем против Арсенала. Я не буду сейчас идти в атаку прямо с первых минут. Я на нейтралитете. Покатаю первый тайм. Мы посмотрим на игру. А потом уже, если что, я буду увеличивать темп. Тоже вот первый тайм посмотрю, если вообще будут удары там или нет. У Динамо, если нет, то буду, естественно, менять что-то в атаке, выпуская Филиппа. Но потому что нет, спокойно. И это 1-0. Как так-то? Что это за провал Пантелеев забивает, который у меня даже в стримовой карьере не выходит? Замечательно, а? И все, наше первое поражение в сезоне вроде как под руководством, точнее, не под руководством, а на посту тренера Динамо. Наше первое поражение вроде как вообще замечательно. Проиграли Тульскому Арсеналу дома. Ну что же, мы после этого матча, естественно, опустились. Нашу восьмую строчку занял как раз Тульский Арсенал. И у нас 9 очков отставания до 6-го места, на которое я и претендую. Но сейчас у нас последняя игра вообще против Сочи. Камличенко себя никак не показал, поэтому я буду выпускать Филиппа сейчас, естественно. Снова нам кого-то там находят. Посмотрим. Вандерсон. Неплохой, кстати, вариант. И Спай, Спай, Спахич, ну или Спаич. Вот, тоже интересный вариант. Так, там кого-то еще у нас хотят взять, давайте глянем. Кабуре в Ростов, еще одна у них попытка. Ну давайте начнем. 3,5 у него стоимость там. Давайте вот так попробуем, почему бы нет, 4,400. Все это единственное, да? Я так понимаю, да. Ну если что, у меня уже есть варианты на замену Кабуре. Если что, это Баринов есть, почему бы и нет. Так, у нас игра против Сочи. План игры. Так, я лучше выйду отсюда, потому что я не хочу. Я лучше потом буду сюда Камличенко вставлять, нежели чем постоянно Филиппа менять. Филипп у нас сегодня, естественно, будет в старте. Потому что это все-таки серьезный соперник. Они идут там в топе в самом практически. Вот, будем сегодня. Так, ну вот это мы так и оставим пока что. И вот сейчас вот здесь вот уже можно изменять на именно эту игру персональную. Так, действие при атаке. Будет у нас, наверное, игра на контратаках все-таки. Ну и коротким пасом, потому что у нас все-таки Филипп в атаке, а не Камличенко, чтобы с забросами на него. Поэтому Сочи-Динамо. Последний матч. Поехали. Итак, Сочи против Динамо. Очередной тур чемпионата России. Мы приезжаем сегодня к команде, которая идет в топ-5 там вроде. Как, если мне не изменяет память. Нулевая ничья. Завершает наш сегодняшний выпуск против Сочи на выезде. Но обидно вот это было терять очки именно против Тульского Арсенала. И мы так хорошо играли против других команд. Владели мячом на чужом поле, во-первых. Биоли лучший игрок матча. Вот такие вот у нас дела. Мы на девятой строчке. Арсенал вообще отлетел теперь. Ну все, до свидания. Надо было нам обыгрывать Сочи. И догонять Рубин. Мы же Рубин вроде минимально 1-0 победили. Вот. Ну и все. На этом наш выпуск подходит к концу. Дальше у нас уже это март. И сразу же снова с Зенитом. Правда сейчас домашняя игра и в чемпионате будет. Так. Потеряны все шансы на победу в лиге. Типа мы не выиграем чемпионат России. К сожалению, конечно же. Так. Смотрим, смотрим. Сигурдсена. Нашли нам СССР. Тоже хороший вариант. Почему бы и нет. Так. В мою команду заходим. И Кабуре. Так. Вы что, издеваетесь? Так. Сколько? Давайте 4,5 хотя бы. На миллион больше, чем рыночная его стоимость. Я считаю, это опыт. Тут еще. Грулев. Так. Сколько? 22 года ему. Так. Я же его никуда не вставлял. Нет. Поэтому я не знаю. Нет. Отклоню. Вот Ярукова без проблем. Я даже, ну, поторгуемся, естественно, еще. Вот так вот. Полностью. Стоимость трансера давайте. Не сильно я и завысил там на 17 тысяч всего лишь. Все. Дальше у нас идет игра уже против Зенита. Мы видим Локомотива. Прощальный матч. У нас никто не попал в сборную месяца. Евгеньев плюс один. Скопинцев. Шиманский. Лищук. Ну, а остальные это, да, это именно Рейгены. Не сильно интересно. Все. Всем спасибо большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые у нас выходят по выходным. У нас 600 подписчиков. 600 тысяч подписчиков у Динамо. Теперь мы сделали. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok